Купаться только в отведённых местах, не заплывать за буйки, заходить в воду исключительно трезвым. Правила поведения на воде просты и понятны. Однако, каждые выходные региональная статистика пополняется погибшими на водоёмах. И спасатели неустанно повторяют простые истины. Дети должны купаться под присмотром взрослых. Взрослые люди должны купаться под присмотром спасателей. Пьяные взрослые должны находиться на берегу под присмотром взрослых трезвых людей. Даже если вы отлично плаваете, игнорировать правила и заплывать за буйки не стоит. Андрей Майоров, спасатель с многолетним опытом, признаётся, что сам заходит в воду лишь по грудь. Вода – это стихия, и никто не может предсказать, как поведёт себя организм. Резкие перепады температуры – серьёзные испытания даже для здорового человека. Нельзя ни в коем случае переоценивать свои возможности. Всё-таки вроде кажется, что ты здоровый человек, но тем не менее болезни существуют. И переохлаждение, оно может, ну, резкое переохлаждение. То есть, если человек прыгает в разгорячённую воду, вызывает несколько таких осложнений. Например, спазм голосовой щели, да, когда человек не может вздохнуть, инсульт. Отсюда ещё одно правило – заходить в воду постепенно, чтобы организм адаптировался к перепаду температуры. Что касается безопасности детей на воде, ваш ребёнок должен быть постоянно в поле вашего зрения. Не лишним будет спасательный жилет или надувные нарукавники. Если, несмотря на все правила, вы всё-таки не справились со стихией и начали тонуть, главное – не поддаваться панике. Нужно привлечь внимание, попробовать позвать на помощь. Конечно, сложно, когда в тебя попадает вода, это делать. Но тем не менее, можно попробовать похлопать по воде рукой. Опять-таки, это зависит от того, видит тебя кто-то или нет. Смысл хлопать, если ты один на воде. На помощь вам придут спасатели, если купаетесь вы на официально разрешённом пляже. В Сарове это протяжка и пруд Боровое. Там и вода соответствует гигиеническим и микробиологическим нормам. И на берегу дежурят спасатели. Лидия Шулаева, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.